Основные права осужденных прописаны в статье 12 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. Они имеют право на социальное обеспечение, охрану здоровья и вежливое отношение со стороны персонала учреждения. Однако соблюдение всех этих условий не гарантирует того, что освободившись, человек вернется к нормальной жизни. У каждой своя причина оказаться здесь, а вот желание скорее выйти – одно на всех. Наравне с этим возникает и чувство страха. А что будет дальше? Очень часто вернуться в общество, даже после года пребывания в местах заключения, бывает очень сложно. А ведь некоторые отбывают наказание по 10 лет и больше. Женщины очень много задают вопросов, а как мне дальше жизнь, а как мне трудоустроиться, а как мне подойти правильно к работодателю. А это же очень важно. Мы же раньше об этом не задумывались, да? Мы как-то жили по накатанной и все. А вот эта вот наша зеленая форма, вот эти бирки и колючая проволока, они заставляют просто колоссально пересмотреть свою жизнь. У нас очень большая работа по нашей подготовке, чтобы не было болезненно больно возвращаться. Это надо, это действительно очень надо. Служба психологов работала и до открытия центра. Но появление здания с комнатами эмоциональной разгрузки, своей кухней, уборной и прачечной стало большим событием. Мы рады, что мы попали в эту программу. Поддержка, конечно же, огромная со стороны общественной организации. Были выделены денежные средства в размере 500 тысяч рублей, которые мы освоили. На деньги, выделенные фондом помощи заключенным, закупили мебель и бытовую технику. Для нас это большая радость, что сегодня вот создается еще один центр, чтобы могли прийти женщины, которые готовятся выйти отсюда. Я смотрела, что у них там есть. Всякие интересные, вкусные вещи, косметика. Все лежит. Женщины стараются. В центр реабилитации смогут попасть не все заключенные, а лишь имеющие положительную характеристику. Такой вот новый стимул. Сейчас здесь проживает 30 женщин из 200 в колонии. Екатерина Устюшенко, Федор Моденов, телекомпания АТВ.